Сегодня депутат Государственной Думы, народный артист Иосиф Кобзон в рамках своего визита в Читу побывал на заводах, выполняющих оборонные заказы. Напомним, в Забайкале он уже второй день. Накануне Иосиф Кобзон встретился с пограничниками, молодыми парламентариями и провел прием граждан. Заводы, на которых сегодня побывал Кобзон, имеют богатую историю. 88-й центральный авторемонтный завод готовится отметить 75-летие. В этом году здесь получили крупный государственный заказ на 1,3 млрд рублей. Помимо ремонта военных машин на производственной площадке, работают выездные бригады в воинских частях Забайкальского края, Иркутска и Бурятии. Иосиф Кобзон прежде всего интересовался условиями работы и заработной платой. Директор завода пояснил, что средний заработок составляет 18 850 рублей. Узкие специалисты получают до 45 тысяч. Коллектив надеется, что эта стабильность надолго, ведь в последние три года завод не получал госконтракты и выживал самостоятельно. Освоили производство автомобилей «Гуран». Еще одно предприятие оборонной промышленности, которое посетил сегодня Иосиф Кобзон, 103-й бронетанковый ремонтный завод. В этом году ему исполняется 70 лет. Историю с начала его создания в 1942 году до наших дней собрали в небольшом музее. Сегодня здесь трудятся около 600 человек. Ремонтируют и обслуживают бронетанковую технику, находящуюся на вооружении войск Российской Федерации. Коллектив встретил любимого артиста в цехе, откуда выходят уже отремонтированные танки и БМП. Сегодня завод работает в полную силу, а еще полтора года назад люди не получали вовремя заработную плату. Это всегда остается загадкой для мирового сообщества. Они не понимают, сколько раз мне не приходилось бывать за рубежом, когда возникает вопрос. Слушайте, а мы читали, что у вас не выплачивают свое время на зарплату. Я говорю, не только свое время, но вообще и люди ходят на работу, а как же они живут. Заводу удалось выйти из кризиса и сохранить коллектив. Сегодня здесь выполняют госконтракт и получают поддержку от государства на развитие производства. В настоящее время зарплата выплачивается полностью, социальная сфера развивается. Все условия для работы, конечно, созданы. Имеется детский лагерь отдыха, база отдыха на озере Арахлей. Работникам завода еще никогда не приходилось встречать артистов в своем цехе. На время работа практически встала. В окружении военной техники Иосиф Кобзон дал полноценный концерт. Он исполнил 25 песен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такое переполненное чувство, действительно увидеть, как сказать, вживую, послушать Иосифа Давыдовича, Кобзона, это, конечно, очень нам повезло. Мне нравится то, что заводчане любят свое производство. На заводе чисто, приятно ходить на незахламленной территории. Улыбающиеся, вновь обычно приходишь на завод, мрачные лица какие-то. Здесь лица спокойные, радостные. Во второй половине дня Иосиф Кобзон отправился в Агинский-Бурятский округ. Там он примет участие в Международном бурятском фестивале «Алтаргана-2012». Екатерина Станиславская, Сергей Рычков. Время новостей.